доброго времени суток у нас сегодня на обзоре детская коляска 2 в 1 рент аура производитель производитель польша ну в этом производитель я сомневаюсь скорее всего она сделана в китае и начнем с этой коляски с плюсов их на самом деле не так-то и много из плюсов это вот этот кожзам он принципе неплохого качества в дождь не надо коляску ничем закрывать ну и пультура легко протирать дальше по коляске у нас пойдут сплошные минусы сама сама люлька сама люлька она 80 сантиметров и я скажу что у нас ребенок так у нас ребенок январский конец января и уже весной когда еще холодно ему было здесь тесно вот действительно теплый комбинезон и только только упиралась сама люлька маленькая маленькая ну а теперь мы пойдем мы уже начали в принципе про минусы теперь пойдем с минусов минусов у этой коляски полно во первых это говно производитель нам ее подарили мы не покупали нам ее подарили и она была с ремонтом вот в этом месте было завалено мы эксплуатировали примерно около года до чуть побольше года эксплуатировали и здравствуйте снова сломалась я ее конечно хотел ремонтировать хотел ремонтировать ремонтировать но но вот здесь вот такая вот резиновая кожзановая корзиночка но когда стал ее разбирать здравствуйте снова говно качество судя по толщине судя по толщине сейчас у меня конечно нет штанги циркуля но толщину видно что это 1 и 2 и даже у стенки если вам передаст камера то видно что они неровные теперь я уже принял решение что это металлолом тут во-первых ремонта на 2000 только сварки мне сказали при условии это дешево на самом деле за три таких шва 2000 это дешево мы поставили сидячий вариант и тут уже минуса фиксации она так скажем раскачивается периодически вот так сделал поднял это самое при развороте она опрокидывается тут тоже самое кожзам кожзам здесь принципе теплая подкладка зимой зимой нормально и летом ребенку тоже относительно нормально а вот по застягиванию мне конструктивно не нравится вот эта вот система застягивать не очень удобно теперь поговорим про сам конструктив во первых если у вас есть возможность взять это классическая на подвесах коляска берите классическую на подвесах у нас такая на даче от старшего сына осталось мы там используем здесь минус вот это большой минус если нет никаких амортизаторов рассмотрим вариант вот теперь люди походили потоптали образовалась неровная дорога и когда едешь вперед аж просто смотришь что у ребенка вот так вот голова на кочках трясется вот это большой минус вот этих колясок только вот здесь имеет амортизация и все дальше имеется вот такой рюкзачечек имеется вот такой рюкзачечек похож заму претензий нету претензии по молниям вот тут тоже уже она через раз закрывается через раз закрывается то есть молния под замену здесь развалилась вот такая штучка здесь тоже развалилась не смотрите я перекусил кусачками, чтобы поставить новую. Но так как коляска полностью развалилась, ставить ничего не будем. Второй момент. Не второй уже, не знаю какой по счету. Здесь очень некачественная резина. Она износилась. Меняли камеру. Во-первых, я забыл сказать, что нам эту коляску подарили. На момент того, как нам подарили эту коляску, я заходил в интернете, смотрел, ее стоимость была 35 тысяч рублей. Сейчас ее стоимость 30 тысяч. Маленько она поупала. Но она таких денег вообще не стоит. Колеса просто в шлаг до нитов. Камеры меняны. Еще до нас. Менены камеры как впереди, так и сзади. Что касается колес, у меня сделан отдельный ролик. Я считаю, это замеренное устаревание вложено в эту конструкцию. Вы можете посмотреть отдельно. Но, тем не менее, здесь еще надо на колеса добавить тысячи. То есть, на ремонт сейчас этой коляски 2000 сварки. но еще тысячи полторы на колесах. На колесах. То есть, она уже себя не окупает, а это уже делать не целеса. Так, и вот что я еще хотел сказать. Это может кому-то пригодиться просто при выборе любой коляски. Я не знаю, зачем здесь производитель сделал низкопрофильную низкопрофильную, вот посмотрите, низкопрофильную резину. Я не понимаю, на этой коляске что надо на скорости 120 километров в повороты входить или зачем? Вы знаете, как ее можно только накачать? Ее бесполезно качать ручным насосом. Объем маленький. Пока вы откручиваете шланг, воздух спускается. Она в таком же состоянии. Я ее накачивал только при помощи автомобильного компрессора. Автомобильным компрессором плотно накачиваешь и в то время, пока откручиваешь, чтобы воздух не спустился, просто опять включаешь компрессор, чтобы он давил воздух. И при этом условии только откручиваешь. Вот это вот большой минус. смотришь на других колясках, хорошая резина такая, крупная. Вот это вот зачем? Это просто экономия средств. Получается, здесь очень много сэкономлено, но завышена цена. Стаканчик, стаканчику претензий нет. Стаканчик, ручка, ручка тоже претензий нет. Ручка средней жесткости, но к ней никакой претензий нет. Претензия, самое главное, это конструктиву. Вы либо используете алюминий толще, либо рюбра жесткости дополнительно делаете. Так как получается, в двух местах эта колясочка просто развалилась. Вот здесь вот еще она должна быть. То есть получается, получается по факту, по факту это кусок говна по дорогой цене. А еще я смотрел производство Аура колясок, то там было видео их сборки с Китая. Не знаю, как она позиционируется, польская, как она позиционируется, польская. По мне так это говно китайская. Как и в принципе вся китайская, в основном 90 процентов китайской продукции. Ну что ж, как мне сказал один барыга, один барыга на ютубе, я задавал комментарий, он сказал, детские коляски не ломаются, детские коляски ломают. Но вы сделаете вывод сами. На этом мы видео обзор этого завышенно дорогого, завышенной ценой барахла заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания.